Попасть станом Лины после стана Свена и, в принципе, стан Огра и под лассо закинуть, так что, на самом деле, нормально. На самом деле, я вот вспомнил, был матч в Америке, и с Виндлс на линии парочку раскатал, даже вот без героев со станом, более в команде. То есть, он был единственный герой со станом на линии, и вот там было, было все-таки Лина, это был, наверное... Наверное, это были квалы на Нозер Арена Бит Инвентейшнл. Ну смотри, у нас Лина заезжала, по-моему, аж 18 раз. Казалось бы, не мало, но до сегодняшнего дня, в рамках ДПЛ, понятное дело, и в рамках этого же самого ДПЛ, последний раз Лина заезжала от Авалона уже, и аж 4 месяца назад. Ого! То есть, 4 месяца на ДПЛ, за все вот эти вот 1-й и 2-й дивизион, Лина не приезжала к нам в гости. Ну, 4 месяца назад это 1-й сезон получается. То есть, сегодня Авалон, именно, то есть, на первом сезоне, последний раз Авалоны закончили свое выступление с этим героем поражением. Я тебе больше скажу, и перед этим еще Виа Янки выбрали, проиграли с ней. Проиграли с ней же The Gaming, проиграли с ней еще раз Avalon Club, проиграли с ней Team Braveheart, проиграли с ней Авалоны. Авалоны и Авалонов обыграли Вичи и Емику 5 месяцев назад. Вот, как-то статистика не впечатляет, проиграли, проиграли, проиграли. Именно. Прям аж обидно. И, понимаешь, я вот сейчас листаю, типа, ну, ее в целом это берут Авалоны, 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 Авалоны после того, как их обыграли Вичи. Красиво. 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 И вот у Авалонов очень им нравится этот герой относительно всех других команд, которые герои пикнули максимум один раз, а то и ноль. И вот стата у подруги 28% финрейт. Ммм, да. Как-то хотелось бы получше, но... Но, сори. Да, но что-то не пошло. В общем, опять же, видишь, что у нее там и... Оружие Immortal какое-то подъехало. То есть, вроде бы и популяризация должна была хоть какая-то из-за счет этого пройти. И все равно... Immortal, кстати, я не видел шмотки. А, я понял. Вот именно Грудак зацени у нее. Ага. Называется оружие. А что меняется по анимации? Лагуну? Думаю, что Лагуну, да. Да, вот там картинка другая на Лагуне. Именно. Посмотрим про то, что... Казалось бы даже, если герой как-то аппалит, чтобы он был более презентабельно смотрибелен для широкого круга. И все равно... Не, знаешь, проблема как бы не в том, что как он выглядит, ну, в плане про доты. А проблема в том, что... Ну, вот Лину... Подрезали в плане в том, что... Как бы урона ей не прибавили. А герой сделали толще. Плюс все артефакты эти. Рендропы и так далее. Они слишком уж против нее... Работают хорошо. Именно из-за этого она перестала залетать в пике. То есть я думал, что из-за того, что слишком дорого стала колдовать? Ну, не дорого. Как бы урон у нее не увеличился. А хп у оппонента увеличилось. Плюс еще появились такие вот... Спелл... Не, ну хп, видишь, накинули там. Вместо 12 хп за силу, 20 хп за силу. То есть единичку. Это вообще... Для Лины, по идее, не так уж и критично. То есть даже на 1 драгонслайф больше. Опять же, кулдал он не какущий. Можете это позволить, если уж очень надо. Но вот... В засаде пока у нас находятся в боте ребята. Хотят сразу убивать. У них три стана есть. Огр. Лина. Свен. И как только Дарксир. С своими щаточками выйдет. Его тут же могут объяснить. Типа, дружище. Не сегодня. Not today. Not today. Ну да, в принципе. Ну, кстати, Бэтрайдер такой. Сразу лесник. Купил он себе... Талон. И пошел. Талон, да, пошел. Оставил свою линию Урси на откуп. На самом деле плохая идея. Сколько раз мы с тобой уже видели, что Урси вот с рефармом. Ну, что ему надо это? Что начать снова болить. Ну, Фейзи он купит. Какого-нибудь, я не знаю, там Омм. И уже начинает там рожи забирать. Куда-то бегать. Может быть, Сальдаггер выйдет, да, просто. Смерть саппортом. И... Ну... Грустновато так оставлять. Ну да, в принципе. Смотри, у нас в центре разминает Джаггернаут. Очень плотный Темплар, который взяла все блейды. И под это дело уже Спиридбрекер вон там. Рядышко на хайграунде стоит. Да, кстати, по поводу вот, как бы, игры команд уже в рамках первого тура, в рамках первого круга. Они встречались и там было ничья. Ммм. Это был, кратски, вот, уже не первый игровой день, а второй. То есть у нас там вчера было матчи, и у нас три матча были. Ну, это очень похоже на то, что они вот как сделали первую сетку, так просто скопировали ее и на второй раз. На второй круг. Потому что вчера у нас были матчи первого игрового дня, сегодня матчи второго игрового дня, а завтра, возможно, будут матчи третьего игрового дня. Ну, у нас как бы сегодня не начало. То есть вчера было не начало вот этого второго круга, а уже примерно половина сделали с небольшим переносом в неделю допустим мы пока давай посмотрим кто как себя чувству потому что как-то совсем набрали героев ты посмотри о верлина со станами да там бегают нас есть dark sears перед брейки которые тоже могли были не встать вместе харду и разваливать и вот набрав все это 10 героев классный все стоят крайне пассивно единственное где у нас есть точка прикновения это в центре вот темп ларка и джиггернаут это так соу-соу потому что прибегает баратрум первого уровня ничего не делает немножко подразмял и у нас как бы коры стоят на фрифарме кому-то все-таки более опасней свену или урсе но я думаю все таки урсе там будет это лучше нежели свену сейчас только что засуслился dark sears крипов и как раз в инвизи рядом находился огар и он только-только мог бы попробовать кинуть игнайт и он этого не смог сделать еще посмотреть еще в центре в этом vision его увидели этого огромага и вот этот вот курьер теперь стоит под вышкой не подставляется ну да уже успел и пофармить крипов около секрет шопа что в принципе весьма странно окей я сам приду за курьером но увы третья минута наступает и чуть-чуть тайминг засловил и в итоге он погибли сейчас за фб да насильно его наказали за наглость сейчас чтобы джиггернаут оставить фраг будет просто шикарно продукт проблема в том что его него не пробивают совсем фраг для до спиртбрейкера тут тоже неплохо опять же купит а по купит арбуфенов купит там какой-нибудь лейс будет просто сильнее в несколько раз чем сейчас он находится опять же взял башек все ты сейчас 17 процентов начнет прокать начнется горение горение кстати вот знаешь есть этот набор карточки телепорты и у брэйвхар телепорт битус про красиво но не брэйвхар вернее одно из игроков брэйвхард а кто сейчас топошелся в мид? Огр нет в мид туда топошелся Огр а не да не я понял понял ты просто не моргаешь и рисуешь оно что у меня от меня поражается сюда я дарксир летел окей вот у дарксира он у нас за ВП болеет то есть это ты просто можешь рисовать на карте и тогда вот будет полоска на мини карте но не очень ядно я просто привык пинговать там просто раньше было где-то в правилах я не помню а раньше возможно потому что все зрители видели ну да работает а сейчас у тебя у каждого свой канал для трансляции типа вот если ты не пишешь волчат ничего то никаких проблем ну а сейчас не знаешь работает ли этот я не знаю там баг фишка в том что если ты пингуешь на шмотку она пишет там ну допустим есть шмотка у кого-то из игроков и оно как бы было видно всем кастерам она потому что уйдет в чат вот именно в этом плане я пинговать и плюс надо было пинговать по карте я вот по карте можно ну раньше там нельзя было я когда там был на джоиндоте там вот это запрещено в правилах я предстоит как бы привык не пинговать ничего страшного просто тяжело бывает найти про что ты рассказываешь если рисуешь ну да ок я понял а пока у нас продолжается вот это вот веселье фрифарм свен против фрифарм курсы вводит леса рубик вводит леса лина причем рубик это делает эффективнее судя по уровню судя по уровню урса и он подъедает именно у него эти самые слишки опыта эти раскачку урсы ты не скачал три поинта в свайбой да это что для того чтобы стоять на линии остальное по ситуации то есть надо будет кого-то замедленнее будет клап не надо будет и странно что он варвару идиничку не взял который явно будет нужен просто ради жесткого усиления урона и вы тратер четвертом уровне стягивается на линию зайти сюда же огры и darkseer тоже подтягивается вот и он тоже пятый уровень не смог сорвать у свена крипов но хотя бы помечил экспириенс такой вот вард прям агрессивный от спирит-брейкера да и в чем видится стакт теншинтов глубоко заходит но джиггернаут может согра вам о гордонизирует вогра азраэль у нас здесь не переживет снова наказан пошел народ на 6 джиггернаута ну да мы не приобрели толстый но сорян с моим ты не настолько толстый ну да так на что уж все и чужие у нас я пизы не за горами как-нибудь маска и на самом деле похил вар джиггернаута может быть просто сделать сразу телепорта забрать рашан даже можно без маски пойти вот прям щас 1 хилдом джиггернаута двоих быстренько хороша на оформить ну а почему бы нет покрасить опять перезаряжает вот тут уже не первый раз знаешь что как бы обра все весьма ломали там это поводение дарсира было успешно и пошло на трассе еще и сверху джиггернаут откручивается ну и добивает болтом в итоге здесь у нас через свой расстанчик неплохой но при этом у нас мастит линана и мэс конечно против пиау но пара выезжают и не слышал сорян сорян не пережить хотя азраиль здесь ноут как я говорил у окра проблемы у окра второй уровень пошло сделать хотя сам неплохой это по спирт дрейкеру и все таки все таки погибает у нас здесь бара и дабл для себя забирает рубик который пытается скрыться у нас здесь от битрайдера получается вообще и сюршка много кого с манили оставили вышку в топе вы мне то есть поразменяли при этом 2 2 кора и саппорта на саппорта и хардера я думаю что очень удачно все завершилось для брейфхартов тут огру в принципе хорошо то что убили бару потому что ока был второй уровень и поднялся тут так вот солидно у него тут же четвертый все два левела поднял тут за как бы не за момент он посмотрел на линии еще сверху но все равно не спирт брейкер пятый уровень например тоже на шестом вот если взять шестые уровни какой-нибудь рубик или бара пополезнее будут чем огар то есть огар хорош вот сам начале игры я упал в середине и всегда лучше всегда хорош но вот при получении 6 уровня не настолько жестко он бафается как например другие герои потому что его ульну но если он раскачки стана там соу-соу если он будет лаки-рок и у него каждый раз мультикаст не ну если есть опять же то есть но вот возьмет на шестом например будет у него раскачка 1131 и будет ли мультикаст на фэр бласте они не 55 а 110 урона обалдеть там хотя находятся эти варвии покасплеить там еще и дабл дэмош у нас есть у джаггернаута есть он не слэш но и в принципе если будет телепорт это тут можно плотно команде оболон и они решили все-таки делать тпшки ну не знаю джаггер глубоко ирках ты решил да не очки ну не ставить котика почему-то на команду подраться можно будет битрайдер уже без фарфая уже битый не очень жестко ли давние еще они начали спейсят для урсы урса вошла на рошана но за урсу там выехал крип и в принципе крип палева даст vision крип не даст что-то что тебе помешает вершина забрать ну там все прибегайте мешать ему чем-то серьезным вот рядом находится только не цены вот вот выиграем за битрайдером стал пошел у нас по пиау пиау омни слэш кастован да неплохо отлично лагуна там по спиртбрейкеру и дала до бара идет просто по firefly и сгорает а битрайдер все-таки жив но и погибает у нас лишь линай спиртбрейкер но азраиль здесь тоже не выживет и лагуна отличная от рубежа и выживет и свен не успевает верти на рошу урс его успевает добрать пока свен просто бежит там общей было так что как бы с моим убить роша на руки просто и все-таки даже не сразу что там был vision с веном в рошпит у нас есть некому было мешать ну да тут троих героя на себя краски вот стянули брейхарда вы как стянули они не дали им уйти никуда потому что они пришли с телепортов двое из троих и потом уже не могли оттуда уйти на самом деле в плане майн-геймса получилось очень грамотно команды в рейхард красиво красиво сейчас на то ветер линию решил позвонить бара что добраться 6 уровень ну да все-таки на страйк уж слишком эффективный спел здесь явно необходим уже сейчас суровал на своем 6 лагуна и довольно с ней теперь ходят и вот 15 секунд куда он откатится и у себя как бы полезно рубить при этом у него еще и лагуна есть это вот эффективный 6 уровень ну а гормак чистым уровень похвастаться не может опять же любого него стану макши например да то есть при дабл касте не весос и 440 урона носишь опять же тебя всегда будет бедительность тана продлеваться что тоже полезно но рандомная лагуна или рандомный нидер страйк все равно лучше но похоже о чем по 2 ульта он вышка пробавал круто вышка большая но лагуна все еще лагуна отдает еще и вуз лосшин неделан третьей глаз на самом деле как длягеалов средство очень важно 3 1 1 1 1 1 1 1 р 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 вуз을 Gomez Middle zam он лиш Ό Who Left libertad или баржа caer под воду пластом какой час столькоильно закинет пока ты себя это сделать перечислить наверно когда то теперь понимаешь без айтемов на топ атак спит это просто ноль ни одного кроме крива который хоть сколько его на топин у нас вальси такой прям агрессор на этот лагун у нас по спирит рейкеров понятно это все танковал плюс у него не есть а рейндропы на самом деле вот проблема лины в рейндроп потому что казалось бы даже в баррот ты разрядился но баррот столько еще пережил и в итоге погибает у нас бэтрайдер сложно значит проблема то есть ты всегда можешь дать какой-то каст допустим стан который наносит не так много урона т.е. 200 и впитается он в рейндроп и потом у рейндропа запустится кулдаун ну да да но знаешь так не делают почему-то и краски проблема в том что почему-то лагуну разряжают именно в рейндроп но это уж не мои проблемы как бы да блин это не проблема героя это не проблема вообще хоть какая-то это просто от игроки решают управляем краски с героем в том что вот они заряжают в рейндропы кстати вас две вышки донается и руби задал вышку и dark сир одна вышка за вот это вот 30 секунд буквально неплохо но там видишь на парка форме кстати у нее уже есть даггер вот она нигде не участвует никаких драках не приходила на рошана просто стояла фармила в итоге она топ-1 network даже приучете что урс там какие-то фраги делает участвует в них что рошана забирает от варка топ-1 очень уверенный и без там ну да в плане преимущества а ну в плане уже уже дизольда там ведут порядка тысячи голды у нас всего брейка на поиске там вовсе все плюс минус 200 очень и ручки не хватает и почина 500 голда где что товар будет на и и не торский падает бара въехал толпу получать станция в лицо принципе стенка не особо удачная не знаю чего они хотят ну так значит пробили как-то так странно подрались задайвили и пока добивают вроде бы погибает бара благо не погибает джиггернау тухой тухуанг пытается сразу против урсы но урса тут слишком уж опасно и выжать на все уже просто за тухуангом ну 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 найди что его да нашла есть у него егес она его теряет понятное дело но при этом не убить и новый котик поехал можно забирать вторую лыжку я про то что они не меня чего хотят у них есть свой жесткий себя допустим ли на дает стан цель может нажать ульту и начать бить дать свой стан продолжить бить и так далее то есть это работает здесь же ливен дала станция так он постоял говорит я откиду в твой стан сразу свой стан даже не был максимальный там есть рубика станчик лишь телекинезом с отделивать 3 раз плюс там лены очень круто для рубика отличная синергия же конечно стал первого уровня линовский как у него анимации особо нет он и просто стан хорошо колдует в отличие от лены так вот и цен мог дать свою ульту так чтобы хорошо их выкинуло с вот кем поиграет похоже так вот мог бы дать свой стан не сразу с лининым а продолжение лениного стана мог нажать ульту сразу бить все это время то есть свой стан стан ли на который хорошо зашел но вот не знает чего хочет таки прогидал стану бежал нажал ульту подвышкой ну да кстати в итоге у нас будет две пары диффузов у команды брейвхард одни уже есть у нас урсы и в скором времени будет у джиггернаута хотя батрайдер у нас решил выходить себе не в билд барабанов а в билд блиндаггера но на самом-то деле этот батрайдер который вроде бы лесной то есть там с талоном он должен был в разы быстрее это все выфармить но либо барбаны либо блинка он все-таки что-то отражаться он должен был не умирать ну да он решил их постоять топ в итоге вышка задефал но того и не стоило совсем потому что слишком много его команда проигрывает под деньгам вот если посмотреть на дворцы неплохо темп ларка неплохо а все да все что дальше очень плохо то есть у рубена аж три сто все это один как два саппорта противника и это после файта последнего краски потому что до него просто было тысяча на примере вчерашних игр вот ты помнишь что саппорты тратили очень много денег там у нас снизу прям агрессоруса получает санкции в лицо она находится под инрейдж так просто не убит но сейчас закончится инрейдж бара едет то бара не доедет или доедет бара доехал ворвается на ту хуанга пошел на страйке ту хуанг баш в лицо но не убить не убить а слишком уж больно смол дата летает по баре и просто минус 2 в народном месте и зачем это было сделано непонятно ладно бы понять был бы аегис урсы это можно было как там оправдать что там ты с аегисом сейчас там ворвался убьешь потом сделаешь а у тебя блинка нет ты не сделаешь блинка аут ну не знаю но может быть там с аегисом как-то убьешь и там успеет подобраться тиммейт и все дела то есть ладно но без аегиса бара в салат свена не самая простая цель чтобы добить его бара и но учитывая то что там как бы не было у него летала снега страйк у него был его было урон кинул страйк был не убил там не хватило урона в итоге как это так а промечивающего кидать что у него верная осталась эту барки могут проблемы подачу а не тоже то есть и не подошли но это дело сиди ли будут очень боя собой их пробьют за счет этого вот себе пытается уйти дроба пошла блин сбивать понятное дело под урной находится поста просветка но еще одна у нас вверху и сержели тут не уйти взять но не просто не видит она ванцует за лесом хорошо ванцует Ну Рубик так не считает. Ну да, все-таки, если была бы ночь, то возможно бы и скрылся. Но в нем, понятное дело, скрыться так нет возможности. Ну а пара выезжает у нас уже за Тухуангом. Кстати, у него уже 100 крипов и 10 динайов. Так, а вторые диффуза, ты кому их обещал? Потому что Джаггер, передумал в диффуза выходить. Ну, в принципе, тоже верно. Как бы две пары тут. Сейчас у меня нет особо необходимости. Все-таки не играет они там против Омника, допустим. Мешает очень сильно. Не играть против вышек, и вышки сильно не мешают. Но Свен тем временем выходит уже в сабле, то есть по самому форме Сакьян, чтобы снова их удалось забрать. И это может быть в дальнейшем проблема, потому что Батрайдер купил себе Блинк, купил под это дело себе Смок, Ограду купил себе Смок. У них будет теперь возможность сделать пару вылазок с базы. Ну, Рубик купил себе Даггер. Ну, неплохо. Ну, кстати, в плане Лины, как ты думаешь, какой лучший билд? Через Линзу или все-таки через Юлс? У тебя была комбинация под Стан? Мне кажется, в этой игре самый качественный вариант это будет через Глиммер. Не, ну, она выбирает Линзу. Так что все-таки Линзу или Линзу? Она выбирает Линзу, но вот... Ну, я не уверен, что она хочет в этой игре собирать Та Линзу, но надо ли она ей? Ну, да, тоже верно. Ну, кстати, у нас вчера тоже были матчи... С одной стороны, будет хорошо кидать Сана далеко. Не надо будет близко подходить, это доп-безопасность даст доп-дэмэдж, тоже приятно. Да, все равно, у нас были матчи, где суппорты из-за баунти-хантеров не вывозили себе артефактов таких вот, как бы, поддержки, что ли. Вообще никаких не вывозили, да, вчера с тобой смотрели, как они тратили 5-6-7 тысяч за игру на всякие дасты с N3, и в итоге с этими самыми дастами с N3 проигрывали, потому что бежит VH, у которого там глипсы, еще что-нибудь сверху, второй Сапрот, у которого тоже, там, и у дагера форстафы, и у вас, ну, еще одна пачка, смотри, еще одна пачка дастов. В этой игре Сапроты ничего такого не покупают, на сопортивного дорогого, и все равно сильно отстают по фарму, то есть Лина хотя бы за счет каких-то вот фраг-ассистов что-то получила, особенно вот эти вот два в боте, которые случились на Братруме Урсе. Огромак совсем проседает сильно по экономике. Знаешь, Огро как бы еще ультимейт не качан, пока он не казино у нас. Решил. Как они казино, мне понравилось, как они реализовали первый смоуг, побегав вот здесь, никого не найдя, второй смоуг решили уже поактивнее использовать, и БТА я даже сейчас должен Бару цепляться. Да, пошел краски от врыв, с блинка есть у нас уже дизолятор у СиДжейля, так что убить Бару не проблема. Да, и похоже, что формануть стаки тоже не проблема. Суэн сейчас даже поморгал, говорит, ребят, тут такое дело. Да, что-то обидно. Мои стаки куда-то пропадают. Ну, понятное дело, как бы смерть бары на эти стаки. Размен неплохой, при том, что там Тавр все-таки не допушит. У нас Авалоны и за дефоль, это Тавр, утроги у нас здесь Брэйвхард. Еще и дефузами цепляют у нас всех. Так, пошел там стенка стяжка. Варкрай отсюда, пропавл тиммейтов, а зрайв от этой уйти, ну, понятное дело, Огут сделать-то будет крайне сложно. Он тоже сейчас уже погибать, ворует станчик. У нас здесь Рубик, ну и, в принципе, на этом все? Или у нас будет еще что-то? Или не все? Этот Рубик этим самым станчиком через лес. Ой, хорошо. Потом плавно. Светлана, который нажал ульту, дал одну тычку, даже не смог реализовать саблю и баррел хрипа. Как тебе, кстати... Ого, кстати, у Рубика 7.05, если что. Я вот только сейчас понял, что он уже срепствует. Я говорю, у Рубика очень все хорошо. Дикий Рубик. Вчера у нас, говорю, была игра, в которой я мог понять, почему саппорты без ничего. Сейчас вот тяжелее найти обравдание для саппортов Авалон. Да, вот в плане... В плане Урсы, хотелось спросить. Она игнорирует покупку Блиндагера. Потому что далее она выходит в себе покупку Аганима. И как думаешь, все-таки Блиндагер лучше бы прикупил? Или и так хватает про него? Лучше бы прикупил. Лучше бы прикупил. И возможно, даже еще в дальнейшем прикупит. Просто с его стороны, возможно, он делает какие-то выводы, что мне не нравится. Скорее, ульт Бэтрайдера я могу его с себя снимать. Ну да, просто там как бы есть уже там на топе, потому что у нас врыв. Вкастован на Лассо, на этот трактор по Си-Джиэлю. И Пьяо все же жив, а вот Си-Джиэль нет. Ну и, в принципе, пытается тут добить Пьяо, как раз таки Бэтрайдер. Но не получается это сделать. Это Бара уезжает, и Бара, тычка последняя пошла за ним, но, кстати, тычка летит, по-моему. Алина встретилась с дуэлдом Слэйвом. Там еще Пьяо подстанили. Было у него Барт, котейку убили. На манду нет, хотя есть Мека. Вакуум, в принципе, неплохо. Ну и нормально, жив. Жив цел Орел, а разве получается в итоге весьма неплохой, при том, что погибает, но он с ТАшка, в разве на Бару. Играет Огр. А там диффузант на Огра. И вот, в принципе, Азраэль. Такая смерть уже будет, седьмая. Огра. Ну, неприятно, неприятно. На твой, конечно, у него пока не радует глаз. Просто по поводу Даггера. По поводу Даггера. Даггер есть у Дарсира, который прыгнет, под тебя и стянет. У тебя есть Сюрдж, который тебя ускорит. У тебя есть Баратрум, который кого-то задержит. То есть, возможности войти в драку у Урсы есть. Ну и Рубик еще. Позволяют кого-то. Ну, то есть, Рубик это такое-то все. Принциплик не прыгает. Это не ультимативный подсейв. То есть, этот самый Телекинез кого-то нового поднимает, то есть, противник еще кастует. Находясь в вакууме, весь противник не кастует. Находясь в разбеге от Спиритбрекера тоже тяжело, что-то нажать, потому что все-все расталкиваются. А Рубик он таргет, а не поднимает. А у тебя работает плохо? Башек, башек, яхни работаю сработал. И Тебру и только одного поднимают. То есть, ты теперь поднимаешь, что угромаю. Но еще раз есть Смитрайдер, и еще есть СВН, еще есть Лим. Тяжело. И вот он из расчета, что дойти до драки он и так сможет. А если его, например, уберут в лосо, какого-то спасения в его команде нету, типа Оракла или Венги, а Аганим он сможет себя вытаскивать из этой неудобной ситуации и не будет умирать. Ну да. Третий смоук разбивает. ДД есть у Пиао, и похоже, Тухуанг избежал смерти, а сейчас она смерть может его найти. Хотя там выход и в спину, но пока пролаги. Так, там, короче, стенка стяжка у нас тогда СВНа, но тут все-таки у нас больше героев сражается, СВНа там уже погиб, погибает тоже Бэтрайдер, и все же жив Пиао, отличная грифсы были в космос сейчас у нас от Дарксира. Ну и, в принципе, Доксэм. Все погибает. Отлично. Ну и отрали минус, Лина, Диффуза пошли по ЮПи. Есть, конечно, Станчик, есть Лагуна, но ничего, она здесь не разряжает. И в итоге 4 в 0. Вот еще я гоним подъезжаю, то есть. Можно подниматься на хиграунт, на самом деле, 40 секунд до котика, но вроде как есть урны. Ну, в принципе, как бы, Авалон играют как Авалон, как команда, которая занимает последнюю строчку. Как команда, которая покинула уже первый сезон и там по стечение обстоятельств вернулась во второй. Ну, хоть и в том коллективе, вот в том Авалон, которые были у нас там 4 месяца назад, играл всего один игрок из текущего застава Авалонов, но, видим... Ситуация не сильно изменилась. Да, не изменилась. Я смотрю, как этот Крип, Крип Свена смотрит, как... Приуныл. Не бывает, что в очередной раз забирают, которых он нас таков. Я же работал, я же делал. Что же вы делаете? По итогу всех вот этих вот замесов в одну калитку забратых аншентов, вторых диффузов и так далее у нас перевес. Уже по голде 12 тысяч, по XP 12 тысяч. Такую игру отпустить будет крайне сложно. Команде Брэйвгард. Свен, все еще Свен? Ну, плюс Лина, как бы, сейчас будет 11-й, то есть вторая Лагуна. Тоже можно кого-то там будет неплохо так залеталить. Да и Тэмпларк, в принципе, ну, вроде бы неплохо. Она все еще топ-1. Она топ-1 до сих пор. То есть команда проигрывает 12 тысяч по Нетворсу, а Тэмпларк топ-1. Так что у нас СиДжель пока потеет. Там Рубик уже Бэтрайдера просто обгоняет. Ну, это да. Ну, знаешь, когда Рубик у тебя 7-0-8, и это как-то впечатляет. Кстати, у нас Вен решил выходить себе в покупку БКБ, и до покупки остался лишь один рецепт. На самом-то деле скоро уже будет БКБ, но как бы с другой стороны там Убары тоже будет скоро БКБ. Тоже скоро будет БКБ, да, Иван. Тоже довольно быстро и спор его фармит. Осталось ему 600 голды. Даже не рецепт, видишь, даже меньше. Ну, к сожалению, у нас Лигна все-таки купила себе Staff of Wizardry, и все-таки должен быть у нее EUL, хотя может быть это и Forstuff, это подсердно от Турсы и так далее. Блин, я считаю, что Forstuff ему вообще был нужен первым. И для возможности даже для Бэтрайдера первым. Ну, знаешь, мы много раз... Мы не Даггера прямо просто Forstuff делать. Много раз видели матчи в Китае, когда вот там есть милишные керри, краски милишные керри и Braveheart, и это все как бы контррировалось тем, что их кайтили припочек Forstuff. Но почему-то в дивизионе втором и там secondary это используется реже, в разы реже, потому что вот матчи вспоминаешь там дивизион А, то там каждая там... Ну, вторая игра. Хотя так как бы даже чаще. Там, не знаю, 4 из 5. Будет просто куча Forstuff, а там вроде кого-то от Свена. Я просто видел матч, где Свен там был 25-тысячный Творца, я там перефармил на 20-м слота от Творческого Кора, и в итоге он вырвался в файт, прошел БКБ, его раскатили Forstuff'ами, а потом он там под конснепами, под мясами котла, здесь ничего не мог. Так что вот в этом плане как бы видно разницу в том, что как бы разные дивизионы. Как-то вот Forstuff'ы поменьше здесь собирают. Фуртфа-бас, бас-бас, два блинка сверху. Именно после Аганима. Это уже третий и четвертый блинк для команды Braveheart. На самом деле, выру, конечно, хороший. барита я тоже не стал докупать даггер и так въедет ну да ну зачем у мобильная команда на самом деле возможно ждут они 3 есть третий сыр что подойдет сидела за кивчу смотри баре оставляют клюков лесу даже баковашку с речи осталось 40 голды сейчас возможно куда-то с маки отправиться кстати у нас весьма неплохой счет еще и у джиггернаута 5014 что не только хорош как рубик но тоже неплох так и пара 3 2 1 в бабах 3 2 1 так вот закантрим и собирается погибает вакуум кастовал но загулял заказан это ссылка бон сэвеном что это и с маке бежит команда используется скан сил света и прямо чувствует сразу заходят ну и готовы не то сделали а вот это дело дошла на самом деле пиал дольки битвы у нас он не стоишь по азраилю азраиль в таверну сломал котейку перед смертью ну хотя бы так байбэк тарсира погибает тухуанка турсы тухуанк тухуанк но блинка нет да ты шел на хайграунд но что там сделаешь на этом хайграунде ну и в итоге на битрайдер еще взлетел ему там вот прям на хайграунде на горке наваляли немножко не смог убить там кстати да файд разделился сижель нас пытается скрыться пошел у нас русич за юпи юпи пока мансит но вряд ли здесь будет жить сам пошел хотя теперь просто стоит а сбивать нечем и все таки там был неплохой ну что в итоге погибло у нас два героя вернулась от обрыва тэп ларки решила вернуться с рубик во всей видимости у нас все таки рубик шаги от год лайка решила что сейчас я тебя накажу но не наказала до в итоге у нас получается что минус 4 героя команды avalon и теряют у нас джиггернаута выплатили аж 990 голды темп ларки очень много на проигрывать денег командой и остается счет этого сервис только в топ-1 но опять же ее команды и и свена очень сильно проседают бкб курсе тоже не товарищ курс его легко победила не надо обновить наверное дефуза то вторых рецепт уже летит пищи голды сверху и сейчас стал рошан думаю что самое время переместиться и забрать третьего рошана как думаешь рубик у нас сегодня будет с год лайком возможно вот один фраг остался все-все-все-все-все для рубика то есть можно было спасти джиггернаута но все еще последние дефуза потратил на то чтобы замедлить самого битрайдера тот не смог добить рубика а рубик битрайдера добить смогли в итоге у него теперь 8 011 ну да но это у нас последний герой на карте который еще не погибал рубика уже есть поинт бустер то что в скором времени он себе и аганим прикупит а садись аганимщиком тут очень даже неплохо получается есть что воровать и смотри баров позиции знают они что стоит трэпа и что урсу видно но пошел врыв разгоняются залетает вас битрайдер пока без лассо и рожан очень биты а это парке самом деле плохо но правда бывает его там силы тьмы по крайней мере так врыв от туханка в рожпит погибает у нас кстати уже здесь джиггернаут погибает еще и урса сверху и нужно уходить нужно уходить а рубик у нас там год лайк потеряет ай не вернее не заработал год лайк и потеряет свой стрик из восьми фрагов и на самом деле отличный врыв от команды авалон и на самом деле камбэк тут должен быть весьма солидным потому что отыграли сколько да нормально так порядок что четыре тысячи 300 потратили и а ягис и сыр в эти драки все что можно было завязать заюзана было но камбэк есть камбэк все смогли подраться там бар купила себе саду сразу кристаллис и 3000 голды сверху свой 2100 заработал и появится добытым и появится континент в кирасу появится какой-нибудь но за это доедалось например и будет чем драться в следующий раз опять же это был крайне удачный врыв потому что битрайдер не стал юзать лазону вурсук да конечно что тут то бы скинул понятное дело просто полетал заехала хайграут его не взяли еще а джиггернаут повелся прямо в рожпит куда где где его уже и подцепили но тут урон хороший лифт был потрачен и все же смогли спушить у нас т3 вышку по центру уже авалоны но бара бара выезжает в толпу боковая прожимается стану не закидывали и мейзер страйк пошел погибает у нас еще два героя команды авалон похоже рэкомбэк заряжает все выезжают на хайграунды там линда конечно пытается уйти на типу запаление и не уйти еще бар сверху зачаржился а тепларка все-таки смогла скрыться но любом случае 4 в размен на вышку байбэков не выбили у нас здесь авалоны так что на фидели неприятно но они заработать 4000 в этой драке и суммарный золото размен за эту драку 3600 легко пришло легко ушло ну да так и есть западлись ребята да могли бы отойти могли бы когда все ресницы сделать грамотный мувбэк там пара векла хорошо я вот эта парка будет выходить в этот облактор на ну да я как раз хотел поэтому сказать что же у нее будет тамский бар вехал хорошо потому что обла отступали как-то слишком кучно кучно и бар просто въехал в толпу они видимо хотели все-таки за одну подраться хотели вытащить на себя противников и не ждали что бар нажмите кб вот что-то нежданчик чтобы подумать что бар будет нажимать бкб я вверх не стал нажимать в таком времени тоже не стал такси пиау побегает солидно пошла лагуна пиау все еще живо яй-яй погибает у нас лидно вежать бара на страйк залетят у нас по битрайдеру по-моему зарядка не заметил ну да ладно погибает битрайдер погибло пока только два героя команды авлон ну там кстати пошли форстафф и довольно таки далеко задавили у нас брейкарды но все же оступили пожар на форстафф за вайкси и вайкси вайкси погибает да но продал отсюда рубика вот это неплохо а ну ка будешь ли ты лососировать кого-то не везет пара въезжает гибает в толпу неплохо пиау сражает как лев но похоже у нас рэ-рэ комбэка рэ-рэ комбэк уже красиво рассказал что темп ларка большая молодец парень си джейль потому что собранным орчидом он кидает его на урсы и тот не может завязать ульту даже если очень захочет ну да ну принципе для тампларки вот тут полторы тысячи голды капнула почти но был байбэк от бэтрайдера пора это не стоит забывать но уже выбили байбэк сурсы так что на самом-то деле но чешевесов байбэк сурсы не байбэк сурсы а саппорт это не выкупится горсир это без стены и так далее то есть есть где с кем воевать плюс готова латорн то есть любая ошибка там джурс подставляется его тянут те тянут через лосо и до свидания ну да кстати глифа нет глифа нет то что был заход у нас буквально три минуты назад от команды уйдет пика неплохо но продавлял от арси на си джейля азатай от станчик по урсе успокойся отстанет нас вакуум кстати очень плохой и азраэль стал залитой по урсе азраэль очень бит и лагуна по урсе а лагуна не финиширует есть краски курсы на речь которая проживает все таки до лосо и увозят и урсавский погибает и это кстати после байбэка но тиммейты тиммейты живы и я не буду бивать да и вот даблоки для пиао внижает дальше нас вара но сорян у нас уже на базе скупился перед перед смертью него тоже был кулдаун байбэка что происходит шедов блэк на рестнице но что же это действительно ри рекамбэк почему у нас каждый раз под базой по центру кстати под базой что еще как бы напоминает все интересная фиш ботов 4-4 да идут куда-то до упора пока не урут и потом другая сторона до упора идет и не вай а тут кван здравствуй лежать у него бара есть пока бэшка но пока не нажимается потрачено почти уже все хп и даже даже не выпусти его с контроля минус 5 и вайп от ватчат всех остальных ягодная средница и очень похоже на то что они потеряют две стороны потеряя похоже на игру с ботами потому что ну как бы пошли процент пошли по центру умерли вчетвером ответный умерли вчетвером и как бы туда-сюда туда-сюда все что свин ворвался а гдс а но свин у нас все-таки тут лишь сабля то есть гдс круто вписал две тычки сколько там сбил хп одну восьмую хп сбил а вот без бкб что будешь делать да ничего ты не сделаешь бара выезжает прям за юп и пистана снова промазал хотя любых что бар был у нас под бкб шкой ну и есть на пларка но без окра будет ли сражаться дальше у нас здесь бревкарда прицепа ресурсам у тебя это потрачены в принципе можно будет дать здесь кстати как ну себе только shadow blade поймал к что здесь так сэвана но сейчас будут у него гриф сейчас будет у него шива поймал ну круто на ради фуза ты есть на самом деле можно было подавить участок варка поймать варку это не слишком ли нагло нагло но вот везет просто везет что их за это не наказывает там наш в итоге смертью камера смертью огра точнее удалось заслевать бараки ненадолго тут тут как тут так пошла пика демор пошел вас папе а выезжает барс на толпу весьма неплохо получает у нас здесь сибири со настройки си джейл и си джейл погибает без байбэка 80 секунд будет это ггвп ну не знаю это я тебе кажется так себе рэ-рэ-рэ комбайки это весело ну да это турнир под названием был то профессионал лейк то есть по идее даже быть профессионалы и их тут не то чтобы много наблюдалось все таки просто чуваки они нажимали атаку и фишки вперед саре нажимали атаку шли вперед ну да прицел пора по урону довольно забавная у нас лена нанесла аж 16 тысяч урона она перебила своя на 6 тысяч вот настолько она была здесь полезно и это звоночек для свена потому что отдавать свои заявки давать весь фарм ничего не выносить это не то что ты хочешь рубик внес больше урона чем свэн ладно любой герой команды против но да с больше урона чем свэн с бара был максимально полезен в этой игре много сделал в начале игры много сделал потом вот это бкб позволило сделать первый рекамбэк слишком было ре то что все все ре не вспомнить все у нас как бы такая ситуация что каждый герой команды авалон убил бару в то время как каждый герой команды брейв карт любишь что эти числа искать это интересно что там по артефактам так вот на поддержку ну вот в принципе видно что в этой игре не было инвизора такого и не выделяли таких больших сумм так что у нас нет такого что там допустим суппорта одной команды потратили 2000 а как бы суппорта второй команды 7000 да и то есть этого может быть нету но проблема то не решена то есть у нас все еще одна команда саппорт с деньгами ценность 9000 спирт драйкер 11000 рубик и вот огар 4200 8000 линна серийная сфрагов опять же много займела там добивала пару раз ибо нечего умирать 13 раз сам виноват ну что у нас в принципе музыкальная пауза у нас формат best of 2 так что это было всего первая карта между брейв карт и avalon не отключайтесь с вами рухаб с вами texas inmate и ждем продолжения